Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! Октябрь 1. Память преподобного Романа Сладкопевца. Святой Роман был родом из Сирии. Воспитание получил в городе Эмесе. И с юных лет начал угождать Богу, ведя жизнь девственную и целомудренную. Сначала он был панамарем в одной из церквей города Берита. А потом, в царствовании императора Анастасия, Анастасий I, византийский император, 491-518 годы, удалился в Константинополе и служил при Кировой церкви в честь Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Здесь он проводил жизнь в посте и молитвах, утруждая тело своим многочисленными подвигами и всеночным бодрствованием. С вечера он уходил во Влахерны и там всю ночь стоял на молитве, а потом возвращался обратно. Затем он был поставлен панамарем к храму Святой Софии. Святой Роман не знал грамоты, но был благоискусен в добрых делах, коими превосходил премудрых книжников. Разумом своим он стремился к Богу гораздо больше тех, кто ищет премудрости века сего. Ибо он был одним из тех, о которых сказал апостол. Ибо немудрое миро избрал Господь, чтобы посрамить мудрое. За добродетельную жизнь полюбил его патриарх Ефимий. Это патриарх Константинопольский с 490-496 года. И, видя, как он трудится в храме и с каким усердием проходит свое послушание, давал ему равную часть с клириками. Клирики же роптали на патриарха, говоря, «Невежду ты поставил наравне с нами». Под клириками здесь, разумеется, церковнослужители, посвященные на то через особое архиерейское благословение, через так называемый церковный обряд хиротесии, чтецы и певцы. Очевидно, что святой Роман до того времени не принадлежал к их числу. Они возненавидели Романа и стали строить ему козни. Однажды, на вечере праздника Рождества Христова, когда в церковь пришел царь, Роман же ставил светильники в церкви. Клирики, схватив его, потащили на омвон, говоря, «Ты получаешь равную с нами часть! Пой же, как и мы на омвоне хвалебную песнь Богу!» Так поступили они по зависти, желая посрамить его, ибо знали, что он не разумеет Писание и не может этого исполнить. Претерпев такое унижение от клириков при царе и при всем народе бывшем церкви, Роман почувствовал стыд и плакал. По окончании службы, когда все вышли из церкви, он пал ниц пред иконой Пресвятой Богородицы, горько плача и молясь. Проведший долгое время в плаче и молитве, Святой Роман встал и пошел в дом свой, и, не вкусив от печали пищи, забыл со сном. И вот во сне явилась ему Пресвятая Владычица, наша Богородица, утешение всех скорбящих, держа в руке небольшой книжный свиток и сказала Роману тихим голосом, «Открой уста!» Когда Роман открыл уста свои, Владычица вложила в них свиток и повелела съесть его. Роман проглотил Хартию и тотчас проснулся, но никто не увидел, никого не увидел перед собою, ибо явившееся стало невидимо. Сердце его исполнилось неизреченной сладости и радости духовной, и стал он размышлять о том, что увидел. В уме уже своем он вдруг ощутил разумение книжное, ибо Дева Богородица, как некогда сын ее своим апостолом, отверзла ему ум к разумению Писании. Он исполнился великой премудрости и стал со слезами благодарить наставницу свою за то, что в одно мгновение она даровала ему такие познания, каких он не мог бы достигнуть в течение многих лет. Наступил час всеночного бдения, и Святой Роман, радуясь благодати, дарованной ему Бога благодатной Девою, пошел в церковь. Когда нужно было воспеть песнопение в честь праздника, Святой Роман взошел нам вон и воспел сладким голосом свой контакт, который сложил он в уме своем. «Дева днес присущественно горождает, и земля вертеп неприступному приносит, ангели с пастырьми словословят, волсвижа со звездою путешествуют, нас бы ради родися от врача млада, привечный Бог». Все, видевшие и слышавшие это, удивились и услаждались пением Романа, вникая в смысл песнопения. Когда же он окончил свою песнь, Патриарх спросил, откуда у него такая премудрость? Роман не скрыл чудо Богородицы, но исповедал ее благодать и прославлял вразумившую его небесную наставницу. Клирики, оскорбившие его, устыдились, и, покаявшись, пали к ногам Романа, прося у него прощения. Патриарх же тотчас поставил Святого Романа диаконом, и из уст его премудрость потекла, как река. А тем, кто сначала упрекал его за простоту и невежество, пришлось потом самим же у него учиться. Он составил множество кондаков на праздники господские и богородичные и на память многих святых, так что его кондаков насчитывалось более тысячи. И был он всеми весьма любим и почитаем. Проведя жизнь свою богоугодно и праведно, он переселился в вечные обители, и ныне с ангельскими ликами вечно воспевает Богу тресвятую песнь. Аминь. Жизнедеятельность Святого Романа Сладкопеуса относится ко второй половине пятого века. Кончина его последовала в конце этого века. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok